Генерально убрались. В рамках профильного проекта активисты Народного фронта, студенты и волонтеры навели порядок на набережной и в районе третьего общежития Политеха. Совсем недавно прошел общегородской субботник, но, увы, на улицах областного центра снова появляется мусор. Вот буквально месяц прошел, и вот результат жизнедеятельности наш на морской офицентре города Иваново. Мы любим город Иваново, это наш дом. И в преддверии Дня города, я считаю, это даже очень важная акция, потому что каждый человек может сделать для нашего любимого города. Акцию организовали в необычном формате плоггинг. Движение, которое объединяет бег и уборку, пришло из Швеции. Суть проста. Тем, кто совершает утренние или вечерние пробежки, советуют брать с собой небольшой пакет и по дороге собирать мусор. С точки зрения кардионагрузки пробежка таким образом превращается в интервальный бег. Польза, очевидно, и для здоровья, и для экологии. У нас, сами как знаете, культ здорового образа жизни. Сейчас многие бегают, многие катаются на велосипедах, но те, кто бегают, они, в принципе, могут убирать город. Просто, так скажем, показать то, что им не все равно. Бег, приседания, то есть ты сбрасываешь лишние калории, при этом полезную общественную работу производишь. Кроме того, в ходе акции активисты призвали участников собирать мусор раздельно. Для участников подготовили специальные мешки. Многое из того, что было собрано, можно переработать. Мы разделяем бутылки и бумагу. В разные пакеты фасуем все. Бутылки пластиковые, и не только пластиковые, стеклянные тоже. Все, переработку, по сути дела. Ну, только вот если там отходы, там от еды, да, они просто, чтобы для, там, перегноя. Собранный мусор и макулатуру забрал эко-мобиль. Теперь на этом участке грязи точно нет, и, возможно, долго не будет. Новый формат уборки вдохновил молодых людей. Вероятно, вскоре на улицах города появится немало спортсменов, которые смогут сделать город намного чище. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует... РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... РАДОСТНАЯ МУЗЫКА